В Челябинске стартует международный фестиваль Камерата в Южноуральскую столицу. 4 октября приедут финны, грузины и даже буряты. Конкурс лучших спектаклей продлится 6 дней. В афишу вошли 11 спектаклей. Свои работы покажут театры из России, Грузии и Финляндии. Челябинский камерный театр уже в 13-й раз проводит этот фестиваль. Более подробнее о фестивале мы поговорим с гостем. У нас в студии директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, сколько заявок было вообще прислано на этот фестиваль и как отбирали лучших? Нам очень лестно, что аж 70 заявок было прислано в этот раз. 70. Из них, как вы понимаете, титаническими усилиями было отобрано всего лишь 11. Каким образом отбиралось? Это вот как обычно, Энники, Бенники? Ну, конечно, конечно. Кто больше заплатил, того и выбрали само собой. Отбирал экспертный и квалифицированный совет, отбирал по условиям актуальности, соответствие эстетики фестиваля, оригинальности режиссуры, ну и качество актерского исполнения, безусловно. Вот вы, кстати, сказали, немножечко затронули, что вы спектакль за и смотрели, это правильно? Значит, вы знаете вообще, ну и у вас есть программка, соответственно. Да, я шпаргалю. Вот какие произведения нам ждать? Какие постановки-то будут? Ну, однозначно ждать интересных постановок. Среди этих постановок есть, конечно, какие-то наиболее ожидаемые, на которые уже проданы не то, что 100% зала, на которые уже ожидается вместо 200 мест, которые у нас есть, прям практически заполненность на 400. Это ожидание каледы театра, это ожидание театрового моста, вот, это действительно, наверное, одни из наиболее ожидаемых спектаклей. Понятно, что не будем называть в прямое название спектакли, дабы сохранить какую-то интригу, но произведения хотя бы, мы увидим классические варианты или наоборот, малоизвестные произведения, по которым поставлены спектакли? Я, конечно, мог бы прямо на вас проверить известность или неизвестность тех или иных произведений, но я думаю, что однозначно все знают такие известнейшие спектакли и пьесы, может быть, даже фильмы «12 стульев», «Женитьба», что еще из известного? «Старик и море», это, наверное, наиболее известные, вот, из тех, кого довольно часто ставят, но, наверное, чуть меньше известны, широкой общественности, это «Морфий», это одна из последних работ театра у моста, это спектакль «Палачи», вот, ну, еще несколько названий, которые тоже чуть меньше известны. Широкой общественностью, ну, очень интересно получились действительно восполнение, это «Ночи попуга», это «Топливо», это «Шаровая молния» из Джанистана, это «Чик», «Гудбай Берлин» и многие другие. Да, вот этого мы не знаем, по крайней мере. Ну, это точно абсолютно. Ну, это нормально, это нормально, приходите к нам обязательно, вы о них узнаете. А скажите, на каких площадках будет, да, на каких площадках, помимо камерного театра? Практически во всем городе. Новый художественный театр, академический театр, драма имена Ума Орлова, манекен, театр-студия «Манекен» при Южно-Уральском госуниверситете. В общем, ну, действительно, много площадок, зрителю будет куда сходить с 4 по 9 октября. Ну, теперь давайте так, на правах принимающей стороны, а кто представляет Южный Урал, понимаете, на этом фестивале и представляют ли? Обязательно. Это Челябинский театр драмы со спектаклем «Убийцы», это Екатеринбург, аж с двумя спектаклями. Это Каледа будет театр. Да, это Каледа театр, и это центр современного творчества. И это будет еще, кроме этого, Курган и Магнитогерск. Курган, Гулливер или Драма приезжает? Драма. Вот мы сказали, что Финляндия, Грузия, нас порадуют. Еще кто-то будет или нет? География. География очень расширенная. Это и Буряты, это Улан-Удэ, это Тбилиси, это Санкт-Петербург, это Екатеринбург. Я еще долго могу перечислять. Все города на Бурятах. Да, 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 да. Вот, в общем, действительно, география крайне расширена. Точно будет только один? Железнодородный фестиваль, 13-й, фестивалю 25 лет, 70 заявок. Вы-то говорите, как будто юбилей. Да, ну практически, да. Надо пригласить. И еще раз, пользуясь нашим прямым эфиром, приглашайте, пожалуйста, челябинцев, гостей нашего региона. Обязательно приглашаю всех интересующихся театром, а тех, кто не интересуется, просто приходите, вы станете интересующими. С 4 по 9 октября на тех площадках, которые мы с вами обсудили. Смотрите афишу на сайте, на билбордах, на всех рекламных носителях. Мы же репетировали. Спасибо огромное. Итак, у нас в гостях сегодня был директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский.